Как называется намазанная ваша игра? Украсить матриску по матрице. Молодец! По матрице матрица это одно из фольгами. Вот так, замечательно. Так, ваша игра как называется? Мир, в котором я живу. Мир, в котором я живу. Это сбор над системой, один из этапов подготовки к первому разуму. Теория решения изобретательских задач, сокращенно ТРИС. Нет, это не университетская дисциплина и, ни слова, профессионализм из инженерной среды. За аббревиатурой скрывается комплекс учебных методик для детского сада. Его программа рассчитана на 4 года. Цель – научить ребенка абстрактному мышлению. Дети у нас учатся познавать окружающий мир и через установление причин следственных связей, которые вот с нас гости смотрят, и через ознакомление по именам признаков. То есть каждый объект у нас может быть описан, рассказан с разных сторон, по разным признакам. С новаторской методикой регулярно ознакомятся гости из других регионов стран ближнего и дальнего зарубежья. На один из таких семинаров недавно съехались практикующие педагоги и ученые почти со всей России. На таком шоке просто, что дети с младшего возраста уже могут, и уже, скажем так, играют. Не просто так в игры, а сами уже говорят, какая у них игра, уже название, уже им подсказки спрашиваешь. Там же, говорят, все написано, там все видно. То есть они уже даже читают и понимают, что, о чем идет речь. То есть и сами им интересно там. Рифмовки шуточные интересные, но вообще дети, я просто вот прям в восторге классно от этого всего. Ответить на главный вопрос философии дети пока не могут. Однако развитие логического мышления и фантазии в столь юном возрасте позволит без проблем осилить и школьную, и университетскую программы. Мы не должны прокладывать ребенку путь, а мы должны создавать условия для подготовки его к своему собственному жизненному пути. Мы создаем такие условия, при которых ребенок формирует способы мышления. Мы не говорим, как надо делать, а мы показываем, как надо подумать, а делает пусть он сам. Умение вот с объектами работать по разным моделям. То есть здесь его учат также не только делать фантастические объекты, но и смотреть, что будет с объектом, если его поместить, например, в какую-то другую область. Предположим, из сказочного мира, если русалочка попадает, например, в царство, в песчаное какое-то царство, и как она там взаимодействует. Познают мир дети вдумчиво. В зависимости от возраста у каждого предмета выделяют от 5 до 17 классифицирующих признаков. И все это в увлекательной игровой форме. Такую игру вы, наверное, вряд ли где встретите. Игра пиццерия. То есть суть в том, что ребенок учится работать по матрице. Он собирает эту пиццу по матрице. А матрица – это, я бы сказала, начальный этап программирования. То есть ребенку задана определенная программа, по которой он собирает, так скажем, готовит матрицу, готовит пиццу. При этом деления на вундеркиндов и аутсайдеров здесь нет. Все по Макаренко. Научить можно каждого. Главное знать как. А еще почему, что с этим делать и что поменяется после новых вводных. Вячеслав Новожилов, Юрий Тимонин, репортер 73.